Ученики лицея «Надежда» очень активные ребята. Они то и дело участвуют в различных конкурсах. Какие достижения у лицеистов в этом году, сейчас разознаем. Умники и умницы Красноармейского городского лицея «Надежда» всегда стремятся добиваться наивысших высот. А для того, чтобы узнать, кто же лучший, в учебном заведении проводят интеллектуальный марафон, итоги которого подводят в конце года. Ребята усиленно трудились. И вот настал момент награждения лучших лицеистов. Сегодня в лице очень большой праздник. Это члены Малой Академии наук Украины передают свои эстафету знаний, передают первому курсу. Они победили в городском этапе конкурса защиты научно-исследовательских работ, участвовали в областном, а также участвовали в конкурсе защиты научно-исследовательских работ на уровне нашей Украины, в городе Киеве. В этом учебном году 24 лицеиста стали победителями предметных олимпиад. 12 ребят стали дипломатами научного конкурса универсиада. А еще лицеисты традиционно участвовали в конкурсе защиты научно-исследовательских работ Малой Академии наук. 15 девочек и мальчиков стали финалистами областного этапа. Такой опыт помогает ребятам при поступлении в высшие учебные заведения, а также быть готовым к написанию курсовых работ. С каждым годом уровень научных работ лицеистов становится выше, а темы интересней. Я как научный руководитель лицея от Красноармейского индустриального института многие работы вижу, рецензирую. И, естественно, мне очень приятно отметить, что с каждым годом работы становятся все лучше и лучше. Тематика очень разнообразная, очень широкий диапазон интересов. Ну как это иногда бывает? Талантливый человек талантлив во всем. И поэтому иногда из технической группы подают очень интересные работы по гуманитарным дисциплинам. И наоборот. Победители Олимпиад и конкурсов награждали грамотами и вручали символы академичности – конфедератки. В таких головных уборах лицеисты выглядели, как настоящие ученые. Девочки и мальчики сияли от улыбок. Еще бы! Ведь всегда приятно слушать похвалу за свои старания и усилия. Я принимал в всеукраинском конкурсе «Экософт». Это конкурс по программированию. Какое место вы заняли? Я занял третье место в секции «Перекладное программирование». Было, конечно, очень трудно занять третье место в всеукраинском, но благодаря своему научному руководителю мы добились этого. Что нового вы узнали? Я вместе с моим научным руководителем Гром Натальей Сергеевной научились программировать в среде СИПлюс Плюс и программировать разнообразные платы. Я участвовал в городской олимпиаде по физике, по математике и по географии. И во всех трех олимпиадах я стал победителем. Как вам было участвовать в трех олимпиадах? В лицее у нас хорошие учителя, профессионалы. Они готовят ко всем олимпиадам. И если иметь желание и чуть немного знаний, то можно во всех олимпиадах победить. Что вы узнали нового? В 11 классе, когда участвуешь в олимпиадах, много нового не узнаешь. Ты только закрепляешь свои знания и отдаешь их другим. По традиции учащийся второго курса передал эстафету знаний первокурснице. Мы, лицеисты второго курса, передаем интеллектуальную эстафету. Хотелось бы пожелать успеха и упорства. Занимайте только первые места. В это вам помогут наши учителя. Мы, первокурсники, принимаем эстафету интеллектуального марафона от интеллектуальных второкурсников. Обещаем с честью пронести знамя интеллектуальных побед. При умножности сохранить свои знания и достижения во всех учебных дисциплинах. И достичь поставленной цели. После награждения самых умных лицеистов, самые талантливые организовали концерт. Клуб творческих личностей порадовал своими музыкальными номерами. А с какой целью вы организовали клуб творческих личностей? Для того, чтобы дети развивались дальше. Чтобы они могли показать свои стихи. Чтобы они могли их где-то продемонстрировать. Почитать, услышать мнение специалистов. И творческие личности должны развиваться. Они хранят свои достижения и таланты только у себя. Ребята исполняли музыкальные композиции на фортепиано. Читали душевные стихотворения. И пели. Читали душевные стихотворения. Учащийся лицея успевает везде и всюду. К примеру, Женя Синяк не только занимается наукой, но и увлекается музыкой. Вместе с другими лицеистами девочка приготовила лирическую песню. Я играю на гитаре, я играю на барабанах. Также я занимаюсь научной деятельностью вместе со своим научным преподавателем. Мы выступаем из секции биологии. В принципе, все. Как вы готовили свой номер? Наш номер мы готовили очень быстро, очень продуктивно и очень весело. Буквально за несколько уроков, потому что у нас все очень талантливые и интересные ребята. Заседание окончено. Награды нашли своих героев. Позитивные эмоции от концерта получены. Что ж, будем ждать от лицеистов новых научных достижений от Клуба творческих личностей и ярких выступлений.